шалом роха добро пожаловать в наше дальнейшее путешествие по нашей жизни прошлый раз мы говорили о том что без правильного мышления без правильной речи мы не сможем действительно продвигаться по этому путешествию с максимальным успехом поэтому мы должны начать обращать внимание не только на наше мышление как мы говорили на последних уроках но последнем шури мы открыли себя что надо обращать внимание как на качество и на количество моей речи чтобы не потерять ее огромную силу которая нам нужна когда мы обращаемся к творцу как обращаемся к другим людям потому что это что-то что связывает наше тело и наше не шама нашу душу я тоже это наш канал наверх поэтому это особое сокровище которое у нас есть нужно его очень беречь как пример этому есть известный рефьюзник бьёйсеф меделович который на 13 лет его сослали он был в тюрьмах в гулаге когда он вернулся его спросили как он это смог пережить он остался совершенно это не 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 зло ему какого вреда как ему это удалось он сказал что дома меня воспитывали чтобы я хорошо всегда думал позитивное мышление чтобы я хорошо правильно разговаривал чтобы следил за своей речью и даже в таких условиях в таком окружении ему это удалось потому что у него этого заложено поэтому это очень важно себя в этом к этому приучить и также это переходит дальше сказано что дети когда они даже если они находятся какой-то среде негативной среде это влияет на них как они разговаривают как они одеваются позже в жизни они обычно начинают копировать начинают подражать родителям как это было в их семье потому что это в них очень-очень заложено очень сильно и в конечном итоге это выходит снаружи в сегодня мы поговорим о очень большой парадокс и которым заложен нашим в нас мы постараемся понять лучше самого себя и также о других людей которые проходят какие-то трудности в это связано с многими понятиями которые связаны со свиротска с кабалой но мы постараемся это все опустить в наш мир и как практически это может нам помочь понимать глубине человека его корни его души в как мы сказали что когда человек опускается этот мир то наша душа она помнит не остается скрытая память где куда она должна дойти и откуда она прошла и весь этот путь который она опустила сюда в ней все еще заложены внутри 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 у нее есть это знание это память этот дзекарон который помогает нам формировать наши реценот наши наши желания и здесь мы видим очень большое противоречие которое когда если мы сможем его понять мы сможем действительно внутренне понять себя наши желания наши цели и когда у нас есть сложности которые добиться этих целей в нашей жизни мы тоже поймем в чем их функция и как с ними бороться и преодолевать поехали значит мы у человека есть разделение на свирот на есть разные понять разными дотилами качества которые влияют на каждого человека и на каждую душу и на к на все это творение если разделить жизненные цели то хазал наши мудрецы объясняют что есть примерно три разных направления это боним это дети это хайи это жизнь это мезойни это мезонод это наше пропитание другими словами про носа в это пропитание в заработок также входит звук наше супружество в еще раз значит это дети это пропитание и это наша жизнь если разбит это нас свирот то получается следующее в середине у нас идет наша жизнь и это если мы идем по свирот это у фирот это связано с меда свирот и фэрот как если если не стоит переводить но это пена красота с правой стороны это хэсэд это доброта это боним это продолжение наше это наши дети и с левой стороны это гвура это сила это наше пропитание и также наше супружество у каждого человека где-то заложено внутри что он помнит что его душа его судьба связано с каким-то из этих тремя сферами и в каждой из них он внутри где-то очень много внутри он чувствует он видит что ему полагается добиться какого-то результата это чувство она дает нам впечатление что у меня это есть потому что это действительно что что заложено внутри меня и это настолько сильное влияние на меня что у меня где-то глубоко-глубоко действительно такое впечатление что это у меня есть с другой стороны когда мы открываем глаза и мы находимся в этом она мазай в этом мире я вижу что это цели я еще не достиг я вижу что нужно еще действительно много и что будут много старания старания много предпринимать усилий чтобы добиться этой того что в каком-то смысле у меня уже заложено внутри и тут получается этот парадоксальное такое чувство с одной стороны у меня чувство что у меня это уже есть другой стороны я вижу что я достаточно далек от этого и в этот момент каждый человек решает для себя какие усилия он будет предпринимать чтобы дойти к этому чем больше мы предпринимаем усилий если это эти сферы они находятся как треугольник у нас справа это хэсет слева это гура это доброта это баним это дети здесь это гура это сила это суд это пропитание и наше супружество и в середине тахаим это наша жизнь со всеми теми вещами которые связаны с этим и чем больше мы принимаем усилий тем больше мы отдаляемся от этого и в этот момент мы чувствуем отчаяние мы чувствуем вот это вот противоречие того чувство что на самом деле это у меня уже есть другой стороны этого нет в реальности я вижу что этого нет но в той же настоящий в самой высокой самой внутренней реальности я чувствую что у меня это есть и мы видим людей у которых есть какие-то таланты у них есть какие-то действительно большой потенциал и они когда они не реализуют его и их старания не приходят ни к чему они приходят в отчаяние они падают они это их разбивает они полностью не могут с этим справиться почему потому что внутри где-то внутри они чувствуют что у них то есть это должно это это им полагается и когда это чувство неправильно обрабатывается человека характером человека мышлением тогда человека получается такой клэш таки как авария как можно сказать как трение и конфликт между тем что ему кажется что не это есть но он на самом деле этого еще не достиг в другими словами если человек понимает что его старания его шаги к этому приблизиться его и что длут сколько ему на это нужно усилий и это часто очень унизительно ему кажется потому что если это как король который его казна его 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 страна при жизни ему ему нужно ходить и просить милостыни у своих подчиненных на место чтобы они приносили все ему это это все его то что мы человек может почувствовать что когда это уже действительно моё это часть меня это то что мне полагается мне этого нет тогда в этом конфликты в этом жить большое испытание мы постараемся это больше в конце в призем примеры и каждый сможет больше понять как это в практике это использовать в душа когда она опускается в этот мир она не хочет опускаться этот мир во первых она находится в кисако вот в троне творца она получает огромнейший он и получает огромнейшее наслаждение и потерять это наслаждение для души это неприятно с другой стороны коля драким без скат сакана все пути они опасны поэтому душа она опасается того что если она идет в этот мир хотя здесь есть огромный потенциал и добиться чего-то больше и я считаю этот илу нишама это не что может добиться более высоких ступеней более близости к творцу но это опасно это опасный мир поэтому когда у она опускается сюда у нее есть зикарон у нее есть память то что мы объяснили до этого слова память зикарон от слова захар захар это 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 мужчина захар в хозяй у мудрецов используется как кто-то кто влияет если не кива женственная страна она получает что-то то захар он тот кто влияет поэтому этот зикарон это память это захар он влияет на наше мышление на наше наше реценот на наши желания и эти желания они двигают нами и мы стараемся их обработать и понять что от меня требуется чтобы их достичь в когда у человека это чувство что он на самом деле мы бы это полагается тогда тяжело обратиться с твилой с молитвой к творцу потому что опять же у меня такое чувство что что-то мне полагается зачем мне это умолять кого-то просить чтобы это получил это мне я должен это 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 я должен дополучить я так и так это уже в каком-то смысле заложено во мне и здесь опять же испытание если человек не сможет себя лях нет но себя каком-то мере сложить голову и скромность которая им должна лид габер пересилить его то он не сможет вот фила не будет достаточно искренней и сильной потому что то чувство что это мне полагается и так и так она будет нас то его манипулировать его мысли его его кавана его намерения поэтому здесь человек должен себя схватить это как цадиким у правильных людей они считают что им ничего не полагается поэтому все что они получают у них есть огромнейшая благодарность за это и их молитва их отношения с творцом она базируется на благодарности и а карататов вот это когда ты видишь что такое благодарность мао на на иврите дляокир готов это не как переводится благодарности это ля при увидеть реализации то всего хорошего чек такую может увидеть что это что-то хорошее что-то особенное если он считает что он на самом деле это не заслуживает человек заслуживает это он к сожалению не ему сложнее ему терю увидеть что это что-то особенное, за что он должен особенно благодарить. Поэтому говорят, что если человек маарих в моде монах-нулях, если он больше времени во время молитвы сконцентрируется и благодарит Творца за все, что он для него делает, тогда ему нужно будет меньше для рих молиться во время шмака лейну, где наши персональные просьбы к Творцу. Потому что так делают садиким, у праздники, у них огромнейшее чувство благодарности, потому что они считают, что они на самом деле все, что они получают, это подарок, это то, что они не заслуживают. И это в том, что мы должны над собой работать. Если я напоминаю себе, что те цели, которые заложены внутри меня, и тот потенциал, те таланты, те особенные желания, не особенные вещи, которые я чувствую, что они мне полагаются, на самом деле мне ничего не полагается. Но если у меня есть эти рационот, и я прошел через них, и как мы сказали в прошлый раз, даже когда я проверил их, что действительно это то, что этот рацион, это не только мой рацион, то, что это мое желание, оно совпадает с рационом Ашем, с желанием Творца, тогда я буду к ним стремиться, и когда я буду придать усилия, я в конечном итоге отдаляюсь от этой середины, где находится это шлемут совершенства, но если я обращаюсь с молитвой, твила меня возвращает обратно наверх. И этот как треугольник, где мы отдаляемся от того, принимая наши усилия, мы можем себя вернуть тем, что понимаешь, что на самом деле это все в руках у Творца, и этим мы можем себя вернуть наверх, к середине, и там кроется все наше благословение, и все эти вещи, которые у нас заложены в нас, там человек может их достичь. Это не просто, и мы постараемся это еще больше понять, объяснить, как это функционирует. когда у человека есть, как мы сказали, наше эго, и это эго, оно полностью манипулирует и разрушает те реценот, которые заложены в нас. И наша задача в этом эго разобраться и понять, опять же, что родствен мой эгоистичный или это родствен наша. Более того, если у человека есть в жизни испытания, и теперь мы будем говорить с примерами, как по-настоящему к этому подходить. в разные люди, они, когда у них столкновение с реценот других людей, с желаниями, представлениями других людей, то часто мы хотим добиться того нашего представления, наших желаний, нашей цели. В одной паре, у которых было множество детей, и у них был огромнейший успех, и очень больший нахаз, они получали огромное удовольствие от своих и в духовном, и в материальном мире, то когда их спросили, в чем их секрет, то и они ответили, что когда мы, наши дети женятся или уходят замуж, то обычно есть разные представления, есть разные представления у родителей невесты или у родителей жениха, и очень часто, к сожалению, есть трения, есть разногласия, что, как поступать правильно. Я помню, что мой раф, мой Шизеф Адлер, он рассказывал, что когда его сын женился на своей невесте из Калифорнии, из Лос-Анджелес, то та сторона, ее традиция была, чтобы невеста покрывала волосы после свадьбы. Во время хупы, во время самой свадебной процедуры, все, то у нее ее волосы не покрыты. У равадера, моего рава, их традиция, они были из Венгрии, из Германии, их традиция была, чтобы невеста покрывала свои волосы уже во время свадьбы. и он пошел к своему раву, к Ребяков Каменецкий и спросил его, что он не понимает, ведь невеста принимает мингагим традицией своего мужа, поэтому правильно стоило бы, чтобы она приняла эту традицию уже сейчас, так как традиция его семьи, именно, чтобы невеста покрывала волосы во время свадьбы. На что Ребяков Каменецкий ответил, что «Я советую тебе взять мой мингаг, возьми мою, мою, мою традицию, в этом, как поступать». Тогда мой рав спросил, какая же традиция Ребяков Каменецкий, он сказал, что «Моя традиция всегда делать то, что другая сторона хочет, и тогда ты всегда будешь доволен». и, конечно, вторая сторона будет тоже очень довольна. Когда спросили эту семью, как, в чем их секрет, они сказали, что вот это наша традиция, наша традиция всегда уступать другой стороне, и мы видим, что это приносит огромнейшее благословение, огромнейшее браху для нашей семьи и для наших детей. Когда люди такое делают, тогда они задают вопросов, откуда у вас такое, так все получается хорошо. Потому что, если человек так себя ведет, то это уже автоматически приносит, он показывает, что он понимает, как вести себя в этом мире. Более того, когда мы так себя ведем, да, то, то, что мы объяснили до этого, это сот редифа, есть секрет редифа, это то, о чем человек гонится за чем-то, да, и он чувствует это подтворение, то, что на самом деле это у него же есть. И, с другой стороны, это кое-кдехья, дыхья, это то, что его отталкивают, потому что он не может добиться этого сразу же, того, что он хочет. и здесь его главное испытание, как он себя поведет. И, когда человек понимает, что, что это Ротсен Ашем, он вместе с твелой, вместе с молитвой, он разрешает себя наверх, поднимает себя наверх. В, как мы сказали, что в Геморе сказано, что в Парнаса достаток, материальное благополучие и Шедухим, и найти свою вторую половину, это сравнивается с раздвоением Красного моря перед Ивресским народом. Почему это, какая связь? Это видно, что море, его нормальная ситуация, его нормальная по природе, оно должно находиться вместе. Вода, она автоматически находится всегда вместе. Чтобы ее раступиться, чтобы разойтись в две стороны, это идет против природы. В тот момент, когда человек находится перед испытанием или с женитьбой, или с финансовым благополучием, это не идет автоматически, идет тяжело. И у него чувство, что это не должно так быть. Он чувствует, что он считает, что у него это заложено в нем, что это принадлежит ему. он должен достичь с легкостью, это же уже у него в кармане. И здесь мы видим это сравнение, досконально это сравнение с ситуацией перед морем, перед расхождением моря, перед еврейским народом. Когда еврейский народ подходит к морю, то мы могли бы сказать, что что происходит? Ашем, ты вывел нас из Египта, ты послал казни египтянам, сейчас они гонятся за нами, они хотят нас уничтожить, и перед нами море, так что происходит? Почему оно просто не должно разойтись? Ты же сделал столько чудес, чтобы привести нас сюда, и сейчас мы находимся в таком страшной опасности. Зачем все это было сделано? Ты же должен сделать это для нас, это нам, мы заслуживаем это, мы уже должны были пройти здесь и от египтян, чтобы ничего не осталось. Почему происходит какое-то мучение, вода не расходится, мы все еще здесь? И в этот момент это то, что происходит с человеком, он считает, что это или он может опять же под депрессией, или сказать, что я не хочу, это не справедливо, это же заслуживаю этого. Или в этот момент он понимает, что здесь что-то нужно еще сделать, нужно сделать шаг, нужно сделать какие-то усилия, показать мою полную доверие, полную уверенность Творца. Здесь еврейский народ в главе не с Нахшем и Номинодом должны были прыгнуть в эту воду, они должны были сделать этот шаг и действительно вода раступится, действительно вода должна была распуститься уже раступиться шести дней творения мира. Это действительно когда мы показываем, что вода увидела гроб Йосифа Цадика, праведника Йосифа, который пошел против своей природы, он сделал, прошел испытания с женой Патифера, которые были против любой природы, и мы показываем, что мы идем против нашей природы. Наша природа, она говорит, что когда вещи заложены во мне, и все мне уже полагается, это должно так случиться, это есть какая-то моя представление справедливости, мое представление этого творения, этой природы, и тут мы должны идти выше, чем это, мы должны показать, что мы своим мышлением и своими поступками, значит, фила, нашей молитвой, мы показываем, что нет, мы понимаем, что даже если это где-то мне здесь, может быть, что-то заложено для меня здесь, я должен принимать мои усилия, я должен это делать правильно, без отчаяния, без жалоб, и это именно в этом мы проходим это испытание. Мы рассказывали уже в начале о семье, в которой была потрясающая девушка, у которой были все самые лучшие, ожидал ее огромнейшее, потрясающее будущее, она была из семьи, у которой были и духовно, и материально, все было отлично, и поэтому нужно было ожидать, что у нее будет огромнейший выбор между лучшими кандидатами для женитьбы. Но короткий срок до того, как нужно было готовиться к этому периоду, из-за какой-то видной зависти, кто-то рассказал страшную кревету об этой семье и об этой девушке, именно об этой девушке. И мы сказали, что она принимает это все без каких-либо жалоб, без каких-либо отчаяния, и в конце и в конце она женится на помощники взводчика, который даже не смог стать взводчиком, только помощник, только он согласился на такой больший дух, надо жениться на ней. И под хупой она говорит, что у меня нет никаких к тебе претензий. И как мы рассказывали, что это известная семья Хеллер, Хойсен Ишуа, один из Ишуа Хеллер, один из главных, первых учеников Робесоа Салантера, которые все его братья и сестры, они стали гидой, листой, они были судьями, они были главными мировинами больших городов. И Хойсен Ишуа подписывался Ишуа Качество все этих три компонента, которые это дети и жизнь и состояние, все это в ней реализовалось, потому что у нее было действительно то, что в конечном итоге ее ожидало, она это получила. Но как она себя повела в тот момент, когда выглядело, что все, что ей как будто бы полагается не она не сможет к этому дойти, так как она это принимает, она проходит это испытание, действительно она доходит ко всему, что ей полагалось. В дней браке много лет назад в одной семье одного раввина прямо перед шабатом у него страшные боли в желудке, где-то в животе, и только-только в то времена вызывают какую-то машину, еле-еле успевают его привезти в больницу, больница переполнена, его родственники вообще даже не узнают, что с ним случилось, потому что это было прямо перед шабат, один из его братьев как-то он что-то подозревает, он слышит, что машина приезжает, он бежит, он сам туда приходит к нему потом, но что происходит, он лежит в этой больнице, там переполнены палаты, его положили в коридоре, у него страшные боли, у него начинается димум пневме кровь, внутреннее крово- кровотечение, и после всего этого он его в конечном итоге он падает без сознания, у него почти-почти кома, его позже оперирует, когда он просыпается, он рассказывает следующее, что в тот момент, когда он лежал там в коридоре, и у него ужасные боли, и в тот момент ему приходит в нем чувство, такая реализация, что его смерть очень близко, что он скоро-скоро умрет, и в этот момент он сказал, у него было два выбора, выбор был между двумя опциями, или начать страшно кричать и биться в отчаянии от боли, от страшных этих судорог и страданий, или это то, что он выбирает сказать, любой нишелэном, мой творец, я чувствую, что уже скоро конец, и дай мне сколько ты хочешь этих болей, страданий, чтобы я уже попал в тот мир, на следующий мир уже был чистым. В этот момент он выбирает сказать, Ашем, я принимаю это все, и чтобы, насколько это было мучительно и страшно, но я знаю, что это хорошо для меня, потому что я уже потом попаду наверх, и у меня все страдания, которые бы, может быть, грозили мне там, и там это гораздо хуже, я получил их здесь. и он сказал, что в тот момент, когда он принимает это решение, что его реакция будет, именно его мышление будет так, то боли у него пропадают, все еще само самочувствие его не улучшивается, но боли не было. Он почувствовал огромнейшее алью, огромнейшее, как будто бы, что его подняли, приблизились к творцу, и в этот момент, вместо того, чтобы послушать свой эго и сказать, что как это вообще полагается мне такие страшные боли, как это несправедливо, как это вообще страшно, что меня оставили тут в коридоре, никто за меня не заботится, и полностью только сконцентрироваться на своих чувствах и забыть, что есть какой-то план, есть какой-то здесь творец, который ведет тебя, он принимает решение, как мы сказали, принять это все как аппарат аванод, как прощение своих грехов, и сказать, что это должно приблизить к творцу, то, что мы говорили много шурием назад, что не просто говорить, что когда что-то тяжело и плохо, сказать, что пусть это будет прощение моих грехов, сказать, что пусть это приблизит меня к тебе, и в этот момент действительно он себя так чувствует, и он прошло уже 60 лет с этой мальцы, что-то случилось, он все еще Баруха-шем жив и здоров. Третий пример, который тоже это очень ярко показывает, это следующее, есть очень известный миллионер, миллиардер, возможно, Руби-шрон, его зовут Руби-шрон, который известен во всем мире Торы, особенно он помогает множествам ищевод, множествам праведникам, единственная сука, которую Рабхайм Каневский посещает, это когда Руби-шрон находится здесь в Израиле, в Иерусалайм, у него есть большая сука в Рахаве, Рабхайм Каменецкий, как знать благодарности за все, что он делает, он приезжает к нему на сукот, это единственное, кому он приезжает. Многие приходили к нему и спрашивали его, как он этого добился, потому что Руби-шрон, он из беднейшей семьи, из беднейшей семьи, его жена из средней семьи, не, 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 но далеко не богатая, и как он в одно время банк, меркантиль ему принадлежал, ему множество, 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 надлан, real estate, зданий в Америке, он много, было сделано между ним и Дональд Трамп, как он этого добился? Обычно Руби-шрон, он никогда не отвечал, ему сейчас около 80 лет, один раз как-то кому-то повезло и у него было хорошее настроение, он поделился, почему он думает, что он достиг такого невероятного успеха в своей жизни, он сказал, что когда он помолвился, то, как мы говорили, его семья, бедность, тяжело даже себе представить, даже нельзя даже описать, когда приближался день свадьбы, за день до этого он видел, что его родители ничего не организовали, у него не было ни костюма, ни шляпы, ни рубашки, то, что ему нужно было какая-то часть этой трапезы для свадьбы организовать, у них не было никакой возможности, они никуда ничего не сделали, ноль. Что он делает? Он берет приглашение на свадьбу, он дает в магазин для костюмов, говорит, что я знаю, у меня нету возможности заплатить за костюм, но завтра моя свадьба, вот мое приглашение, поэтому вы могли бы дать мне костюм, и завтра уже будут гости, будут подарки, и тогда я смогу с вами расплатиться. В этом магазине пожалели его и сказали, что хорошо, дали ему костюм. То же самое делает в магазине для шляп, и покупает себе рубашку с этим же приглашением, объясняя и моля их жалиться о нем. Также кейтеринг, то, что ему нужно принести туда или с музыкой, это все было сделано, чтобы потом как-то после свадьбы расплатиться за то, что ему сейчас дадут. Но здесь есть традиция, что после хупы то хатана кала, жених и невеста, они идут в особенную комнату, они наедине. И наша традиция, что хатан, жених дарит что-то, какое-то украшение своей невесте. Обычно это было кольцо. Попросить в ульярном магазине кольцо, на это не было никаких шансов. Даже он бы мог принести много приглашений, на это никто ему это не даст. Тогда он идет к своей маме и делится с ней своей проблемой, что он уже говорит, баруха шем, у него есть что одеть, у него есть костюм, он достал костюм, у него есть шляпа, у него есть рубашка, но у него нету этого подарка, который ожидается от него подарить своей невесте. На что мама смотрит на него и как бы с жалостью, но говорит, что она у нее есть кольцо, она снимает это кольцо и она дает если были там какие-то камни, они уже все были потеряны или проданы или разломаны. Оно выглядело как шматы, как я не знаю что, не писать. И в этот момент Руби он чуть ли не взорвался. Он чуть ли не взорвался. Как бы, ну что даже это даже вот ну вот эта вещь, которую всегда родители передают своему ребенку, когда он жених, даже это они мама дает ему вот это вот мусор, вот этот вот металлолом и он себя контролирует, он прикусил свой язык, вместо этого он вымолил спасибо мама, он взял это кольцо и пошел к себе в комнату. Теперь у него дилемма. что ему делать с этим кольцом? Дать его невесте, которая все при выходе все будут спрашивать, ну что все ее подружки, ну что-то получилось, что тебе дали, и она покажет им вот этот ужас, она бросит им это в лицо наверняка, что ему делать? С другой стороны, у нас есть традиция в резком народе, отожидается от него, и так принято. Он решает насколько этому сложно, но традиция это традиция, если у нас принято так делать, мы дарим кольцо, я подаю это кольцо. Свадьба проходит отлично, хупа, и он с трепетом, с ветрожа заходит в этот ихуд, в комнату, они садятся, и он вынимает это кольцо, протягивает своей супруги, своей невесте, и она берет это кольцо, и она говорит, о, я так благодарна за это, это наверняка что-то очень особенное, в твоей семье, наверное, это передавалось из поколения в поколение, я очень признательна, она одевает его, с улыбкой сияет, и так и начинает свое супружество. Дорит Рубиша, он говорит, что я думаю, что в награду за то, что я себя смог контролировать, и то, что моя жена так же себя повела, когда она приняла это, как она смирилась с тем, что есть, она была рада, и она без никаких претензий, без каких-то жалоб, может быть, из-за этого мы заслужили, что Ашем дал нам такое огромное благословение здесь. Закончим, что Ари Левин, как всем известно, есть книга тоже на русском языке, праведник в наше время. Рыбарь Левин, у него была похожая ситуация, когда он женился на своей жене, то у него не было даже у мамы кольца, и никакого кольца, ничего у него не было, но надо что-то подарить, надо что-то подарить своей невесте. И в этот момент Рыбарь Левин обращается к своей невесте и говорит, смотри, я знаю, что полагается обменяться подарками, и я, к сожалению, мне нет никаких средств, мне ничего нет тебе дать, но я дам тебе особенный подарок, что в любой момент, когда у нас будет какой-то спор, какие-то ссоры, что-то у нас будет, разногласия, мой подарок тебе, что ты всегда будешь права. на что его невеста говорит, что ты знаешь, что тоже у меня обычно принято дарить книжки, талмуд и так далее, для своего жениху, но у меня-то, у моей семьи, к сожалению, у нас нету этих средств, и поэтому мой подарок тебе, что когда у нас будут какие-то разногласия, когда у нас будет что-то не так, тогда прав будешь всегда ты. от такого супружества, от такого начала у нас был, есть Рабеляшев, у нас есть, да, который, у нас есть Раб Хайм Каневский, это все их дети, их внуки, потому что когда начинается с такого, с вот этого правильного мышления, правильного, как люди реагируют на это, как они видят это, когда тогда они действительно добиваются, они получают то, что до них заложено и заслужено. Поэтому когда мы видим, мы помним, что наша жизнь, она полна вот этого кирят-ям-суф, раздвоения моря, и мы находимся там, и действительно у Гошема, как сказано в Сейфер-Медот, что есть, когда человек попадает в тот мир, то его спросят, почему ты не молился за некоторые вещи, ты мог их получить, как Раб Шим Шампикнас пишет, что Тфила, она может послужить в двух вещах, вещи, которые человек даже не заслуживает, молитву он может их получить, но с другой, и мы объясняли как, но также вещи, которые он должен получить, Тфила, это как Психа Сашар, человек открывает ворота, и сказано в Сейфер-Медот, даже если ты должен это получить, ты должен обратиться к Творцу, будет сказано, что если человек не попросил какие-то вещи, которые он мог попросить, у него будут к нему как-то это, ну, тебе должны были это дать, и все эти вещи, которые действительно нам полагаются, которые заложены, и мы просто должны помнить, что иногда есть какие-то сложности, есть препятствия, как мы себя в этот момент поведем, как мы видим, что это на самом деле, мы увидим, что есть Творец, есть план, и человек правильно будет поступать, у него будет сила уступить и не отчаиваться, тогда, Базар Та Шем, мы сможем продолжать наше предшествие и придем к цели. Спасибо, успехов!